В Чебоксарах обсуждают проблемы водных ресурсов. Решать поставленные задачи призван бассейновый совет. Во главе угла сокращение объемов диффузных стоков почвы. В шести регионах Верхней Волги уже утвердили приоритетные программы. Определены кураторы, соисполнители, исполнители региональных паспортов. Общий объем финансирования составляет порядка 64 миллиардов рублей, в том числе и с федерального бюджета 46 миллиардов рублей. Реки Волга, Сура, Малый Цивиль, Киря используются для централизованного водоснабжения населения городов Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Аллатарь, поселков Вурнары и Бреси. В соответствии с переданными Российской Федерацией полномочия в области водных отношений, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской республики представляет водные объекты в пользу и на основании договоров и решений. Планы по оздоровлению Волги теперь прописаны в национальном проекте. Ключевые индикаторы сокращения сточных вод и увеличения площади нереста рыб. Мы на сегодня первые финансы направили на регулируемые источники. Что касается качества воды, понимаете, качество воды с 90-х годов, оно практически стабилизировалось. В целом и по верхней Волге, и по каскаду. Надо сказать, что вот еще с качеством воды, что дефицита воды на верхней Волге практически нет. Это не зовье у нас испытывает на сегодняшний момент нехватки воды, но согласно схемам комплексного использования водных ресурсов, мы практически на верхней Волге можем безвозвратно изъять 8 кубокилометров. Мы по всей верхней Волге на сегодня изымаем 4 кубокилометра и возвращаем 3,9 кубокилометра. Накануне Дмитрий Медведев предложил возобновить и партийный проект по обеспечению субъектов качественной питьевой водой. Это поможет привлечь многомиллионные инвестиции. Построили водохранилища, отдельные заработали у нас, отдельные водохранилища построены, до конца не введены в эксплуатацию и не проведены водоводы, водопроводы для того, чтобы потребители, селяне, другие потребители предпринимательского сообщества, организации, учреждения социальной сферы не могут получать качественные воды, потому что дефицит денег не позволил нам завершить. Это, прежде всего, касается районов Шимушинский район, Батыровский район, южная часть Комсомольского района, Ибреченский район, Вурнарский район. Максимально все сделаем для того, чтобы жители Чувашской республики могли потреблять только качественную воду. На повестке дня и защита регионов от паводка. Там, где властями уже определены границы затопления территорий, будет проще получить субсидии на возмещение ущерба. У Чувашии, отмечает Александр Баринов, необходимо перенимать опыт. Сработали очень хорошо, нашли, изыскали деньги. А это о чем говорит? Когда зоны затопления и подтопления определены, в случае, не дай бог, конечно, но в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, то возмещение ущерба можно и спрашивать из федерального бюджета. Те субъекты, которые на сегодняшний момент отстают в этом отношении, ну, я думаю, что претендовать на возмещение вреда из федерального бюджета не представляется возможным. В портфеле лучших практик региона введенные в строй комплексы по обработке осадков и термической сушки источных вод. Это позволило снизить количество вредных выбросов в Волгу в сто раз. По итогам бассейнового совета намерены обозначить и другие проекты экологической безопасности. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Глава Чувашии принял участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Форум объединил представителей крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущих мировых экспертов, профильных министров из 30 стран. Россия будет и дальше продвигать диалог нефтедобывающих стран, чтобы обеспечить стабильность нефтяной конъюнктуры, создать условия для устойчивого развития отрасли, для реализации долгосрочных инвестиционных планов, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума. Цель форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Чувашскую республику на форуме представляет научно-производственный комплекс «Лара» с новейшей разработкой – программно-техническим комплексом «Сура» для создания АСОТП электрических станций. Михаил Игнатьев отметил, что «Сура» – хороший пример передовой продукции, которую предприятия «Чувашия» выпускают для российских энергетических компаний. В республиканском сборном пункте города Канаша будет проведен капитальный ремонт. Это результат рабочих переговоров главы региона с министром обороны России. Мы должны выполнять государственное плановое задание по призыву наших призывников. Осенний призыв, весенний призыв – это будет являться, потому что, сдерживающим фактором. Понимание есть, вот это ключевая тема для нас. Недавно департаментом строительства военного ведомства были выявлены повреждения несущих конструкций здания и аварийное состояние кровли. Сборный пункт был возведен 47 лет назад. Капремонт здесь не проводили никогда. Сегодня я получил соответствующие вводные. Они дали соответствующие вводные своим исполнителям по тем обращениям, которые от Чувашской республики были. И перспектива у меня уверенность появилась, что за счет инвестиций министерства обороны Российской Федерации через управление капитального строительства здание призывного пункта будет отремонтировано. Капитальный ремонт сборного пункта включили в приоритетный план. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Жидкие порошкообразные вещества в различных канистрах, банках и бутылках. На месте запах химии пластмассовые емкости раскиданы в радиусе нескольких десятков метров. Об этой стихийной свалке на территории одного из сельских поселений Комсомольского района стало известно в конце сентября. Данный факт был выявлен главой администрации данного сельского поселения. Сообщено в правах конъектора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что химические вещества принадлежали одному из образовательных учреждений республики Мариэл. Отходы она передала другой компании, та должна была утилизировать ее в Москве. Однако до столицы груз не доехал. В произошедшей ситуации разбирался участковый полномочный полиции межмуниципального отдела МВД России Комсомольский Алексей Егоров. В ходе проведенных мероприятий установлено, что груз полученной компанией и исполнителем при транспортировке транзитом Чувашского республику не санкционированно был выброшен на территории окраины деревни Тябридина от Кирилла. Сейчас надзорные органы проводят необходимые проверки. Полицейские выясняют причину, по которой водитель упомянутой организации решил оставить отходы в Комсомольском районе. Саму стихийную свалку удалось успешно ликвидировать. Полицейские связались с организацией, в которой работал горе-шофер. Та направила в Комсомольский район уже других людей, которые подошли к работе более ответственно. За короткое время они погрузили все химические вещества и увезли для дальнейшей утилизации. Их 32 единицами игрового оборудования и подключив к сети интернет. Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета России по Чувашской республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двум жителям города Казани и одному жителю города Буинской республики Татарстан. Они признаны виновными в незаконной организации проведения азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору и сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Стоп! Опасно! Борьба с сайтами с вредной информацией в сети идет давно. На передней линии обороны Роскомнадзор и все правоохранительные органы. Закон запрещает распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. А также другие сведения, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность. Признаки детской порнографии, признаки пропаганды наркотиков, признаки призыва к самоубийству, азартные игры и незаконная продажа алкоголя в сети интернет. В случае, если обнаружили непосредственно эту информацию, то можно пожаловаться через эту форму, и информация будет, в общем-то, заблокирована во вне судебном порядке. Вся остальная информация, которая наносит вред, и информация, которая может нарушить чьи-то права, блокируется лишь в судебном порядке. Пожаловаться на такие ресурсы может каждый пользователь. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора или сразу набрать в поисковике реестр запрещенных интернет-ресурсов. Я же вам покажу непосредственно, как это сделать с любого сайта Роскомнадзора. Для этого необходимо зайти на сайт Роскомнадзора, пролистать вниз страницу, где вы увидите надпись «Единый реестр запрещенной информации». Необходимо пройти по данной ссылке. После этого выйдет непосредственно сам «Единый реестр», вылезет форма, где можно подать жалобу. Для того, чтобы, в общем-то, непосредственно это сделать, нужно зайти в прием сообщений. В этом году больше всего обращений поступило по поводу сайтов, которые предлагают поддельные документы. Так как это незаконно, то такие интернет-ресурсы тоже закрывают. За 9 месяцев 2018 года в наш адрес, в адрес Управления Роскомнадзора по Чувасской Республике, поступила информация о необходимости блокирования более 2000 сайтов, адресов сайтов. Это 2152, если быть точным. Из них более 1120 сайтов с экстремистскими материалами, и 1032 различного рода категории информационных материалов, признанными таковым, заврещенными к распространению на территории Российской Федерации, в соответствии с судебным решением. Более 400 сайтов, которые предлагали ложные права, медицинские справки, дипломы, заблокированы по представлению прокуратуры Чувашии. Органы прокуратуры Чувашии Республики на постоянной основе мониторят сеть интернет на предмет выявления запрещенного законной информации и в последующей ее блокировке. Но еще раз также хотелось бы указать, что любой гражданин России, в том числе нашей республики, вправе обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением, по которому будет проведена проверка. И действительно, если информация подтвердится, действительно, если информация запрещена к распространению, в том числе через все интернет, то прокуратура примет все меры, в том числе в судебном порядке, для того, чтобы данный совет заблокировать. Мы в ответе за тех, кого приручили. 4 октября – Всемирный день защиты животных. Мы сегодня отправились к тем, у кого нет своего дома, к тем, кого редко гладят и кому не всегда удается поесть досыта. Пункт передержки собак в Чебоксарах расположился прямо около Пехтулинской свалки. Чебоксарскому пункту передержки животных нет еще и трех лет, но даже за такой короткий срок его сотрудникам и волонтерам удалось сделать немало. Сегодня на их попечении 250 собак и одна кошка. Гостям и волонтерам здесь всегда рады. Чудесные собаки, кошки, они без нашей поддержки просто пропадут, они не смогут справиться. Поэтому, конечно, надо быть рядом, надо помогать, особенно, когда есть такие активисты. Алена Аршинова не просто любит животных, она заботится о них и весьма действенно. За последний год Госдума приняла ряд поправок к законодательству о защите братьев наших меньших. Продувы для животных, они уже должны быть открыты на эту зиму, потому что их закрывали, и животные могут уличные, ну, просто там побыть, когда будут морозы. Это уже законодательно установлено. И сейчас идет работа, проверка. Наш комитет по экологии проверяет, чтобы эта норма работала во всех регионах. Это раз. Во-вторых, мы запретили контактную притравку. Депутат предложила пункту передержки свою помощь. Проблем немало. Самое главное, животные, которые попадают сюда, должны по истечению срока быть переданы либо новым хозяевам, либо в приют. Но приюта в Чебоксарах нет. И его функции выполняет пункт передержки. Не хватает места. Это первое. Второе. Всякие, конечно, ремонтные работы. Ну, переделка вольеров, например. Что-то мы успели переделать, что-то мы не можем. Нам по финансам не хватает просто переделать вот это все. Сейчас мы на зиму готовимся, будки делаем новые. С начала года мы отловили примерно где-то 390 собак. Мы, когда их привозим в пункт, обрабатываем от блох-клещей, то есть от гельминтов, социализируем, прививаем и уже пристраиваем в добрые руки. То есть хотим, чтобы все наши питомцы нашли своих хозяев. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В Цивильском районе открылось сразу два модульных фельдшерско-акушерских пункта. В деревне Ворум-Сюд новый ФАП станет обслуживать жителей пяти деревень. Всего 400 человек. От каждого населенного пункта до центральной районной больницы около 30 километров. А до ФАПа всего 4. Заведует новым ФАПом молодой земский фельдшер Татьяна Охотина. Я сама родом отсюда, у меня родители здесь. Узнала, что здесь есть программа «Земский доктор». И поэтому решила сюда прийти. Здесь очень хорошо, тепло, уютно, светло. Все новое, новое оборудование. В деревне Теньговатово ФАП существовал и раньше. Но здание его уже обветшало. Пациентам и медработникам в нем было некомфортно. Удобства там ограничены. Поэтому медицинский состав и все сельчане с радостью будут обращаться теперь в новый фельдшерский пункт. Можно и консультации получить, и лечение, и профилактические мероприятия проводят. Можно и всякие советы получить. Это очень хорошо для сельских жителей, потому что до районной больницы у нас очень далеко. Мы же окраина района. Два новых ФАПа дополнили инфраструктуру обеспечения медицинской помощью шаговой доступности, начиная от домовых хозяйств и фельдшерско-акушерских пунктов до республиканских и федеральных центров высоких технологий. Галина Титарчук, Елена Гальперина, Александр Петров. Республика. Один телефонный звонок и вопрос решен. Проект «Таксофон» запущен для оперативного реагирования на обращение граждан по вопросам медицинского страхования. В учреждениях здравоохранения планируется установить 30 бесплатных стационарных телефонов, для того, чтобы пациенты могли обратиться за помощью к страховому представителю. В поликлиниках стало очень удобно, в плане того, что, когда нет специалиста, можно обратиться по этому справочнику, то есть по прямой связи, обратиться к специалисту страховой компании и задать вопрос, нужный мне. Они ответят на мой вопрос и подскажут, куда надо обратиться. С лета 2017 года в больницах по два часа в день дежурят представители страховых компаний. Необоснованное взымание платы, отказ в оказании медпомощи. Страховщики совместно с администрацией медорганизации решают проблемы, что называется, не отходя от кассы. К нам наши застрахованные граждане и пациенты обращаются в основном по таким вопросам, как прохождение диспансеризации профилактического медицинского осмотра, праве выбора страховой медицинской организации, также о порядке получения полиса и дубликата полиса, о том правомерности приобретения лекарств за личные средства. И, в принципе, мы защищаем права застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Примерно 200-300 обращений в месяц. Так выглядит работа страхового представителя второго уровня в цифрах. Страховое представитель второго уровня информирует граждан, стоящих на диспансерном наблюдении, о необходимости явки к своему врачу. Уже с начала года проинформировано более 30 тысяч таких граждан. И более 200 тысяч граждан прошло диспансеризацию медосмотра. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Татьяна Устинова На телевидении Татьяна трудилась в пресс-центре российского президента Бориса Ельцина. Говорят, что в жизни надо попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Я никогда не стану валютной проституткой. Я только как бы пойду в подлогодню. Для того, чтобы тресным кирпичом по голове задержавшимся там прохожим, посмотреть, что из этого будет. Никогда. Я никогда не поменяю, допустим, место жительства. То есть я не могу сказать, что я настолько смелый человек, что я послезавтра, как многие из соотечественников, уеду в Израиль и в Амирь. Произведения Устиновой печатаются миллионами экземпляров. По ее романам снято уже немало фильмов. А все началось с книги «Персональный ангел», которую она написала в 1999 году. Роман сразу же разошелся большим тиражом. Затем в печать отправились книги «Хроника гнусных времен», «Пороки их поклонники», «Развод и девичья фамилия», как следствие, долгосрочный контракт с издательством «Эксмо». Русские, чувашские, башкирские, мордовские, татарские. Более ста артистов национальных творческих коллективов по Волжье съехали в столицу Чувашии на межрегиональный фестиваль «Семицветик». Уже третий по счету. Эта песня была про любовь, где девушка забыла про своего парня, которого очень-очень сильно любила. Фестиваль познакомил участников и гостей не только с музыкой разных народов, но и с их ремеслами. Вышивка, куклы, украшения. Мастерам декоративно-прикладного творчества есть чем удивить зрителей. Например, фольклорный ансамбль из Башкирии рассказал о своих народных костюмах. Это украшение называется сельдарь. Еще хакалом. И еще называется тушильдарем. Из бисера, из монеток, из старинных монеток можно сделать. Вот это называется акак, по-нашему. Это ад с глаза. Вот это белый камень. Ну, это наши орнаменты башкирские, узоры. Петр Першин приехал на фестиваль из Мордовии. Там он обучает детей художественной резьбе по дереву. Мастер работает с мягкими пластичными породами древесины и сейчас уже не представляет свою жизнь без этого хобби. Сам с детства увлечен резьбой по дереву и пытаюсь детям все это передать. Традиционный материал для этой работы – липа. Как уже подмечено, что из липы делалось все. И лапки из липы, и вырезание, всякая домашняя утварь. Допустим, вот такие традиционные солонки. Они были распространены вообще во всем Поволжье. Ну, мордва, конечно, свой мордовский узор традиционный старается здесь употребить, чтобы это уже более национально колорит имел. Вручение дипломов и подарков стало заключительным аккордом фестиваля национальных культур «Семицветик». Юлия Важенина, Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.